Это город С, меня зовут Инесса Панченко, здравствуйте. Стресс от вождения автомобиля в городе оказывается вполне сопоставим с прыжком с парашютом. Американские ученые провели исследование и выявили степень негативного влияния дорожных ситуаций на водителей. Выяснилось, что некоторые ситуации способны вызывать самые сильные стрессовые реакции. Ну, что же происходит на наших самарских дорогах? Попробуем сейчас выяснить. Сегодня у нас в гостях заместитель начальника Самарской госавтоинспекции Андрей Карповичев. Здравствуйте, Андрей Сергеевич. Добрый день, Инесса. Добрый день, телезрители. Думаю, что имею возможность вместе с нашими зрителями поздравить вас все-таки с этой новой должностью. Простите, что я открыла секрет такой, но просто не могла удержаться. Дорогие друзья, мы, как обычно, работаем в прямом эфире. Я думаю, что сегодня нас смотрят и водители, и пешеходы, и, наверное, сотрудники вашего аппарата. 202.11.22. Абсолютно все могут звонить к нам в студию и задавать вопросы. Но, прежде всего, по поводу того, что происходит на наших самарских дорогах, есть ли такая статистика, то есть она наверняка есть, и какая именно, где в Самаре, на каких участках, на каких перекрестках наибольшая концентрация дорожно-транспортных происшествий? Ну, как показывает анализ аварийности, проводимый госавтоинспекцией ежегодно, и проводится также оперативный анализ аварийности. Как правило, дорожно-транспортным происшествиям подвержены тем магистрали, на которых наблюдается наиболее интенсивное движение транспорта. Такие магистрали, как улица Победа, Гагарина, Московское шоссе, Антонова, Овсеенко, Новосадовая. То есть там, где более интенсивное движение транспорта и пешеходов, соответственно, и отмечается количество дорожно-транспортных происшествий более высокое, чем на других магистралях города. Ну, наиболее проблемными участками в городе можно отметить такие участки, как пересечения, где организовано круговое движение. То есть это Аврора Московская, это Кирово Московское шоссе. То есть на всех кольцевых пересечениях водители должны быть предельно внимательны, особенно при наличии пешеходных переходов, таких как Московское шоссе, проспект Кирово, где еще и пешеходов необходимо пропускать. То есть в два раза нужно быть внимательнее, управляя транспортным средством. То есть вот такие участки, они как бы более подвержены возникновению даже транспортных происшествий. Вот если кольца все-таки являются проблемой, может нам их отменить? Ну то, что касается реконструкции колец, мы в общем-то неоднократно выходили с предложениями к владельцам дорог принять адекватные меры реагирования и реконструировать эти кольцевые развязки, то есть проработать вопрос строительства либо двух уровней транспортных развязок, либо прорезать кольцо по принципу 22-й партсъезд Московское шоссе. То есть данный перекресток работает более-менее нормально, позволяет и пропускать транспортные потоки, и аварийность на нем гораздо ниже, чем на перекрестках, где организован круговое движение. Андрей Сергеевич, вот иногда едешь и видишь на желтом фоне щиты концентрация дорожно-транспортных происшествий на каком-то расстоянии, вот пишут. Экстрасенсы называют такие участки черными дырами, какими-то там объясняют это что-то связью с космосом и так далее. У нас есть такие в Самаре? Ну, в общем-то, мы смотрим на вещи более реально. Проводя анализ аварийности, изучается интенсивность движения транспортного участка, где происходят там три боли ДТП, так называемые участки. Места концентрации дорожно-транспортных происшествий, про которые вы говорите, вот на загородных дорогах они обозначаются информационными указательными табличками, где для участников дорожного движения прописывается количество ДТП, зарегистрированных в течение года количество пострадавших, погибших участников дорожного движения. То есть это привлекает внимание участников дорожного движения на территории городских округов, в том числе и в Самаре. Применение таких табличек малоэффективно, так как уличная дорожная сеть и так перенасыщена различной информацией, в том числе и для водителей. Поэтому при проведении анализа аварийности мы изучаем интенсивность движения транспорта, состояние уличной дорожной сети, исходя из этого разрабатываем мероприятия, которые позволяют снизить аварийность и обеспечить безопасность дорожного движения. То есть это изменение режимов работы, статофорного регулирования, изменение разметки, в ряде случаев выносится представление органов местного управления на проведение ремонта отдельных участков уличной дорожной сети, позволяющих снизить аварийность. Ну, в общем, я не знаю, влияет ли космос на аварии, но вот есть факторы, которые влияют совершенно точно. Вот есть такая информация. Ежедневно госавтоинспекторы выявляют в Самаре примерно 20 автомобилистов, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Насколько достоверна эта информация? Информация в разные дни, информация, в общем-то, достоверная. В различные дни бывает разная выявляемость такого вида нарушений, как управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо отказ от прохождения медицинского освидетельствия, что, в принципе, примерно одно и то же нарушение, потому что нормальный водитель, который не чувствует за собой вины, никогда не откажется от прохождения медицинского освидетельствования. Такие факты выявляются. Их выявляется от двух до двадцати в сутки. Как правило, в выходные и праздничные дни количество водителей, управляющих в нетрезвом состоянии, растет. Нетрезвые водительные дороги – это, скажем так, не только потенциально, это реальная опасность для всех участников дорожного движения, и для добропорядочных участников дорожного движения водителей, и для пешеходов, то есть для всех. Потому что реакция водителя, находящегося в состоянии опьянения, уменьшается, он не может адекватно воспринимать ситуацию на дороге, и несет потенциальную опасность. Вы знаете, вот дискуссии автомобилистов, ученых и так далее с Медведевым продолжаются по поводу промилле. Не знаю, сколько еще будут продолжаться. А ваше мнение? Я считаю, что все-таки никаких допустимых норм быть не должно. То есть водитель, садясь за руль транспортного средства, тем более в условиях явного роста автомобилизации населения, в условиях интенсивного движения транспорта, должен быть предельно сконцентрирован, должен быть, скажем так, кристально трезвый, чистый, для того, чтобы адекватно оценивать ситуацию на дороге. Тем более сейчас, ну, скажем так, летний период, ну и в остальные периоды тоже. То есть дети отдыхают, которые могут также выйти на дорогу, в неположенном месте в любой момент. Это ребенок, который еще не полностью сформировался, и водитель, находясь в нетрезвом состоянии, неадекватном, даже если это пусть будет какая-то незначительная доза алкоголя, в общем-то, не сможет своевременно отреагировать на появление опасности на дороге и причинит вред и себе, и другим участникам даже даже. Но десятая доля промилле, это не есть алкогольное опьянение? Или есть? Ну, определить стадию алкогольного опьянения, я думаю, это все-таки прерогатива медиков, которые различными тестами, не только наличием алкоголя в крови определяют, различными другими тестами определяют состояние человека, который употреблял алкоголь. Поэтому говорить, есть это доля опьянения или нет, очень сложно. Потому что для кого-то и большая доза алкоголя, это не опьянение, а для кого-то достаточно небольшой рюмки для того, чтобы человек, скажем так, неадекватно реагировал на складывающую ситуацию. Ну, вот наказание для таких водителей достаточно жесткое, и это справедливо. Вот интересно, есть ли наказание за езду в нетрезвом состоянии на мопеде или велосипеде, это также участники дорожного движения и также могут создавать проблемы? Да, наказание такое тоже есть. Также могут привлекаться к административной ответственности участники дорожного движения. То есть водители мопедов либо велосипедов, они также являются участниками дорожного движения, участвуют в процессе дорожного движения, и управление данными средствами в состоянии опьянения также запрещено правилами дорожного движения. За это также предусмотрена административная ответственность. Но, учитывая то, что водительским удостоверением обладать не нужно для того, чтобы управлять данной категорией транспортных средств, поэтому там штрафные санкции предусмотрены. С 1 июля на дорогах России должны были появиться знаки, предупреждающие водителя о приближении к объектам видеонаблюдения. Я, к сожалению, не видела, не попала где-то, видимо, на такие знаки. Что у нас в Самаре с этим? В Самаре, соответственно, мы подготовили предписания, которые были внесены владельцам автомобильных дорог о нанесении дорожной разметки, информирующей участников дорожного движения, что на том или ином участке уличной дорожной сети возможно ведется видеонаблюдение, то есть автоматическая фиксация нарушений правил дорожного движения. Это сделано для того, чтобы водители своевременно могли отреагировать на ситуацию на дороге и соблюдали требования правил дорожного движения. То есть в первую очередь у нас такие знаки дорожные будут нанесены на московском шоссе, на Новосадовой, на Демократической, то есть там, где более интенсивное движение транспорта, и там, где у нас установлены камеры стационарные, видеонаблюдение, фиксация нарушений правил дорожного движения. Ну, насколько я понимаю, еще, видимо, не быстро сработали дорожники, и, видимо, все это будет, надеюсь, в скором времени. Но, тем не менее, вот по поводу видеонаблюдения, всевидящее око ваше становится все более всевидящим, камер больше, мы, в общем-то, водители это знают. Но вот эта система, оправдывает ли она ожидание ГИБДД? В общем-то, да, достаточно эффективно применение средств автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Во-первых, это дисциплинирует участников дорожного движения. Во-вторых, исключает конфликт водитель-инспектор, который, к сожалению, годами сложилась. Такая практика, что если водитель с инспектором контактирует, то, как правило, там бывают какие-то конфликтные ситуации. То есть эти ситуации применением автоматических средств фиксации нарушений исключаются полностью. Соответственно, исключается коррупционная составляющая какая-то, да, то есть и объективно оценивается ситуация. Объективно фиксируется нарушение правил дорожного движения. Мы проводили статистику на Московском шоссе, где установлен у нас, где торговый центр метра, где установлена у нас стационарная камера видеонаблюдения. То есть у нас аварийность в разы сократилась после того, как вы оставили камеры видеофиксации нарушений. То есть аварийность сократилась в разы. Водители уже знают, то есть у нас не сама цель, скажем так, зафиксировать большое количество нарушений. Цель – достичь минимального количества аварий на дорогах. Андрей Сергеевич, ну тем не менее, вот камера зафиксировала машину, которая мчится со скоростью 200 км в час. Что дальше происходит? Дальше информация поступает в специализированный центр, где она обрабатывается, останавливается владелец транспортного средства. И посредством почтовой рассылки владелец транспортного средства направляется квитанция о наложении административного штрафа за превышение скорости. То есть в зависимости от того, на какую величину превышена была скорость, накладывается штраф. Этот штраф уходит по почте. – Ну, в любом случае, факт видеофиксации чреват только штрафом, не может быть другого наказания. – Да, то есть там лишение прав водительского удостоверения не предусматривается, предполагается только наложение административного штрафа. – Вот интересно, к чему, зафиксировал инспектор, может быть, лишение, зафиксировала камера, решения быть не можно. – Принято такое решение, что учитывая, что нарушение фиксируется автоматически, накладывается административный штраф. – Ну, если вы немножечко опоздали к началу программы, я сообщаю, что сегодня в городе Андрей Карпачев, заместитель начальника Самарской госавтоинспекции, естественно, мы говорим о ситуации на дорогах. – Ну вот, Андрей Сергеевич, госавтоинспекция МВД России объявила о старте новой всероссийской социальной компании «Шлем всему голова». И этот проект направлен на безопасность водителей и пассажиров, ну, мототранспорта, понятно, что. – Вот лето, естественно, теплое время года, мотоциклистов гораздо больше становится на наших дорогах. Не знаю, присоединились ли мы уже к этой акции, но вообще, как вот сейчас у вас налажена работа с велосипедистами, с мотоциклистами? И это, наверное, в летний период все-таки ваша большая проблема. – Ну, скажем так, статистика показывает, что работа в этом направлении, проводимая госавтоинспекцией, она эффективна. Пока на территории городского округа Самарсовна наблюдается снижение аварийности с участием данной категории участников дорожного движения. То есть у нас с участием мотоциклистов в текущем году зафиксировано 7 дорожных происшествий за 5 месяцев. С участием велосипедов 6 дорожных происшествий, к сожалению, не обошлось без жертв. У нас один мотоциклист, к сожалению, погиб при дорожно-транспортном происшествии. Какая проводится работа? Соответственно, проводится как профилактическая работа через средства массовой информации, непосредственно с участниками дорожного движения, управляющими мопедами, велосипедами и мотоциклами на проезжих частях, то есть посредством работы инспекторов дорожно-патрульной службы. Ну и также, в общем-то, проводится работа по привлечению к административной ответственности лиц, управляющих данной категорией транспортных средств с нарушением требований действующего законодательства. То есть не зарегистрированными в установленном порядке, это по мотоциклам, без мотошлемов, соответственно. То есть такая работа ведется. Ну вот, кстати говоря, на эту тему уже есть вопрос от нашей телезрительницы. Купила велосипед своему ребенку на 14-летие, где он может на нем передвигаться? Вообще в городе, по-моему, жуткое дело, лучше не покупать. Согласно требованию правил дорожного движения, категория участников с 14 лет, управляющая велосипедами, имеет право двигаться по дорогам общего пользования. При этом они должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части в один ряд. То есть с соблюдением требований правил дорожного движения, то есть на перекрестках, на светофорах, также вступать дорогу пешеходам при повороте направо-налево. При проезде перекрестков велосипедист должен спешиваться и в пешем порядке пересекать проезжую часть по пешеходам-переходам. Тем не менее, ребенок есть ребенок, не знаю, мне кажется, в 14 лет не стоит. Лучше, конечно, управлять по набережной реки Волга, где у нас определены места для движения пешеходов. К сожалению, в городе велосипедных дорожек не хватает, но вот на набережной такие участки определены. В прошлом году во время реконструкции набережной были выделены разметкой соответствующей дорожки, определены даже места для парковки велосипедов на самой набережной. Поэтому гораздо эффективнее и безопаснее кататься на велосипеде с детям. Я имею в виду это именно по набережной. Александр спрашивает, вас нужны лежачие полицейские на улице Сергея Лозо, можно ли их установить рядом две школы? Кто принимает это решение? И еще я присоединяюсь к Александру, а вот вообще кто-то их габариты отслеживает, потому что иногда накатывают асфальт. Применение средств принудительного снижения скорости, так называемых лежачих полицейских, в принципе, они называются искусственные неровности, определяется соответствующим нормативом. Есть государственный стандарт, который определяет высоту, ширину данных искусственных неровностей, порядок их применения, где эти искусственные неровности можно применять и в каких случаях. В принципе, у образовательных учреждений применение искусственных неровностей допускается, то есть это те участки, где эти искусственные неровности можно устраивать. Устройство искусственных неровностей подразумевает собой применение средств сертифицированных, это резиновые неровности искусственные, которые позволяют принудительно снизить скорость транспортного средства. Устанавливают эти искусственные неровности органы местного самоуправления, Они могут быть установлены как по инициативе органов местного самоправления, осуществляющих содержание автомобильных дорог, так и по инициативе госавтоинспекции, когда мы будем готовить соответствующие технические задания и направлять его в органы местного самоправления. Единственное, к сожалению, у нас таких заданий уже много подготовлено и направлено в администрацию городского округа Самар за недостаточность финансирования. Это задание пока не реализовано. Практически ни одно задание пока не реализовано. Не хватает просто средств в администрации. То есть, Александру, в общем, лучше обращаться не к вам, а куда-то в административное учреждение? Да, у нас при департаменте транспорта создано управление организацией дорожного движения. То есть, можно обращаться туда, на Мария-Старез 67, по рассмотрению вопроса установки средств принудительного снижения скорости на отдельных участках уличной дорожной сети. Андрей Сергеевич, очень активно, по крайней мере, в прошлом летом и зимой работали эвакуаторы в центре города, особенно, где у нас действительно проблемы с проездом, с парковкой и так далее. Сегодня эта процедура как-то изменилась? Снизилась ли интенсивность этой работы? На сегодняшний день мы только наращиваем темпы работы принудительной эвакуации транспортных средств. Я еще раз повторюсь, учитывая то, что автомобилизация шагает семимильными шагами, мест для парковки транспорта не хватает. Достаточно большое количество участников дорожного движения, водителей в первую очередь, игнорируют требования дорожных знаков. И правила дорожного движения, паркуя свои автомобили на пешеходной зоне, на тротуарах, либо под знаками, запрещающими остановку и стоянку транспортных средств. Для того, чтобы увеличить пропускную способность улиц и как-то дисциплинировать участников дорожного движения, работают эвакуаторы, которые осуществляют эвакуацию транспортных средств, ставленных с нарушением требований правил дорожного движения. То есть в сутки в среднем эвакуируется от 25 до 40 до 50 машин на принудительное хранение. Есть ситуации, когда поставили и поставили, действительно, да. Есть ситуации, когда просто парковки нет, что хочешь, то и делай. Проблема, скажем так, тоже насущная. Мы уже неоднократно обращали внимание администрации городского округа Самары и правительства Самарской области на то, что необходимо обустраивать областной центр парковками, определять места для стоянки транспорта или определять места, где необходимо такое строительство. То есть у нас достаточно много торговых центров, которые построены и не вмещают всех желающих, которые прибывают в эти торговые и развлекательные центры. Владельцы, соответственно, вынуждены использовать для стоянки прилегающие территории, прилегающие улицы, близлежащие дворы, что создает определенное неудобство для жителей этих дворов и, соответственно, для участников дорожного движения, которые пользуются этими улицами для движения. Возникают задержки в движении. Сотрудники вашей службы из этических соображений не вмешиваются в ситуацию возле онкоцентра, мне по крайней мере объясняли, но там по утрам просто катастрофа. И причем это же не машины больных людей, которые приехали, там и такси, и в общем, все что угодно. Ну, основная масса это все-таки люди, которые привозят на обследование людей. Но дорога-то перекрыта. Дорога перекрыта, мы работаем в этом направлении. Мы, в общем-то, встречались уже и с руководителями онкоцентра. Может быть, на территорию они уже как-то начали выпускать. Да, общались. У них есть места для парковки транспорта, которые можно открывать и пускать туда, в общем-то, желающих, для того, чтобы припарковали машину вне проезжей части. К сожалению, не такие большие эти места и не вмещают так же всех желающих. Но этот вопрос прорабатывается, в том числе, совместно с работниками онкоцентра. Я повторюсь, мы с ними встречались, общались на эту тему. Ну, а вот по поводу эвакуации, мы знаем, что теперь, в общем-то, эвакуация и стоянка, и вообще все-все-все уже ложится материально на плечи оставившего этот автомобиль. Как водители реагируют на то, что мало того, что машины нет, еще и нужно выплатить немаленькую сумму? Да, то есть реакция, понятно, соответствующая, потому что услуги эвакуатора, скажем так, достаточно дорогостоящие. То есть 1700 стоит услуга эвакуатора за перемещение транспортного средства на специализированную стоянку. Плюс хранение транспортного средства, там первые 5 часов стоят 10 рублей в час, и в последующем, после 5 часов, 25 рублей в час. Плюс еще административный штраф, поэтому, соответственно, реакция, скажем так, не совсем хорошая. Хорошая, но эта мера вынуждена, я еще раз повторюсь, тратить бюджетные деньги на то, чтобы эвакуировать автотранспортный нарушителей, в общем-то, не совсем рационально. Поэтому, если уж водитель сознательно нарушает требования правил дорожного движения, соответственно, все расходы по эвакуации этого транспортного средства и по дальнейшей оплате штрафа должны ложиться все-таки на водителя. То есть это мое мнение, поэтому я считаю, что... Ну хоть крестик бы на асфальт, чтобы водитель понимал, куда исчез автомобиль, и не начинал сразу розыски. В любом случае, прежде чем эвакуировать транспортные средства, составляется протокол задержания транспортного средства. То есть инспектор на месте в любом случае проводит определенную работу, и водитель, который вышел из торгового центра или еще с какого-то организации и под знаком «не обнаружил своего транспортного средства», может позвонить на 02, на 112, на службу, его проинформирует, эвакуировалось ли его транспортное средство или нет, и на какую специализированную стоянку оно доставлено. Слава Богу, что мы все-таки не в Москве живем. Виталий спрашивает, мимо нашего дома на Краснодонской физкультурной ездят большегрузы из-за неровной дороги, наш дом сильно трясется, куда нам обратиться? Ну то, что касается физкультурной, у нас эта улица в ремонте, то есть ее будут ремонтировать, в текущем году проведут капитальный ремонт, соответственно, дефект дорожного покрытия будут устранены, и эти неудобства, связанные с движением большегрузного транспорта, они будут частично локализованы. Что касается движения большегрузного транспорта в городской черте, мы этот вопрос уже неоднократно прорабатывали, в том числе на последней комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации городского округа Самары. Этот вопрос еще раз был поднят. Прорабатывается вопрос определения маршрута движения грузового транспорта в городской черте, вопрос ограничения доступа грузового транспорта в историческую часть города, с определением временного промежутка, когда этот транспорт может заходить в город, С определением мест для стоянки транспорта, со строительством перехватывающих стоянок каких-то на подходах к городу Самара. Потому что, в общем-то, проблема достаточно насущная, особенно это связано с магазинами, достаточно крупными. Это пятерочка, там всевозможные магниты, когда крупнотоннажный транспорт привозит продукты, привозит товары и оставляет там прицепы, машины на проезжей части, создавая помехи в движении. Ну и, в общем-то, своего рода какую-то опасность для участников дорожного движения. Поэтому этот вопрос прорабатывается, к сожалению, его решение не так скоро, как хотелось бы, но, я думаю, мы решим эту проблему совместно с органами места самоуправления. Ну, то есть, пока никуда не обращаться, физкультурную, по крайней мере, вы сказали, отремонтируют. Сергей, как узнать о видеонарушениях по госномеру, есть ли специальный сайт, где можно проследить эту информацию? Да, можно зайти на сайт 63, ГАИ 63.ру, там можно посмотреть всю информацию по своему транспортному средству и по своему водительскому удостоверению. Какие нарушения у вас есть, какие оплачены, какие не оплачены, какие штрафы, скажем так, еще нужно погасить. Ирина интересуется, водители часто не обращают внимания на пешеходные переходы, как заставить их соблюдать правила? Ну, не знаю, я бы вот не согласилась, мне кажется, с повышением штрафов за это, все-таки перед всеми пешеходными переходами водители стали останавливаться. Ну, пока практика, да, водители стали более дисциплинированными, опять же, повторюсь, статистика аварийности, которая проводится в госавтоинспекции, свидетельствует о сокращении количества ДТП, связанных с наездами на пешеходов непосредственно в границах пешеходных переходов. Ну, что повлияло на это? Ну, во-первых, да, то есть увеличение штрафных санкций, работы госавтоинспекции, и плюс достаточно большая работа проводится по замене дорожных знаков на знаки, изготовленные с использованием материалов с высокой степенью светоозвращения на флористентной подложке желто-зеленого цвета. Это знаки, скажем так, визуально более восприимчивого участниками дорожного движения. Достаточно большая работа ведется по нанесению дорожной разметки. Вот в текущем году по неоднократным, скажем так, предложениям госавтоинспекции было принято решение о нанесении дорожной разметки в границах пешеходных переходов только с использованием термопластика, то есть это материалы, которые достаточно долго присутствуют на проезжей части, их износ более износостойчивые, и то есть разметка, будем надеяться, у нас будет присутствовать круглый год, как минимум на пешеходных переходах. То есть мы, по крайней мере, сетуем за эту ситуацию и бьем сейчас с органами местного самоуправления. Ну, вот здесь, кстати говоря, и пешеходы ведь совершенно часто не считаются абсолютно с тем, что они идут через дорогу, и что, в общем-то, это непрогулочный какой-то переход и так далее. Ну, есть такая ситуация, вы знаете, да. Вот, кстати, об отношениях. Между хорошими водителями и хорошими людьми есть четкая связь. Это одни и те же лица. И вот по поводу огромных, огромного количества проблем с водительской этикой на дорогах, которые, кстати говоря, могут не только испортить настроение, но и стать причиной ДТП. Вот Дмитрий Медведев недавно призвал наказывать водителей за агрессивное поведение на дорогах. Ну, вот год назад нашумевшая ситуация на Сорокинах хуторах, когда водитель решил наказать девушку, не уступившую дорогу, и чем, собственно, это кончилось, мне кажется, весь город знает. Так вот, правозащитники считают, что на практике полицейские не смогут отслеживать агрессивное вождение, и оценка эта будет субъективной. Как вы считаете, вообще должны вы вмешиваться в эту ситуацию, и получится ли что из этого? Ну, скажем так, агрессивное вождение на дороге, ну, действительно ведет к аварийным ситуациям, и зачастую водители, когда считают, ну, ряд водителей, скажем так, не все, к сожалению, есть водители, которые, оценив ситуацию не в свою пользу на дороге, прибегают к таким мерам, как там резко притормозить, подрезать, посигналить, там, помахать, там. Ну, в общем-то, эти меры, они, во-первых, раздражают самого водителя, который прибегает к таким, скажем так, уловкам, ну, и, во-вторых, создают реально аварийные ситуации. Отследить эти ситуации, конечно, очень тяжело, но для того, чтобы их отслеживать, вот как раз и вводится система фото-видеофиксации административных правонарушений, и при достаточно большом количестве видеокамер отследить агрессивное поведение водителя на дороге, когда он там из ряда в ряд перестраивается, когда он необоснованно притормаживается, создавая помехи другим участникам дорожного движения, когда он при перестроении создает помеху. Ведь у нас в правилах тоже прописано, что при перестроении водитель обязан наступить дорогу, транспортного средства, движущегося без изменения направления движения. То есть это формально, это уже нарушение правил дорожного движения, и водителя можно привлекать к ответственности. Единственная, конечно, вот сложность фиксации этого нарушения. Ну, и повторюсь, опять же, автоматизированная фиксация нарушения, она позволит нам прибегнуть. И к таким мерам показать... А прецедентов пока нет? Ну, к сожалению, пока нет, потому что законодательно это не прописано. То есть как только будет законодательно принято решение о привлечении водителя из-за агрессивной езды к административной ответственности, я думаю, будет определенный алгоритм фиксации таких нарушений разработан. И в соответствии с этим алгоритмом уже сотрудники госавтоинспекции будут действовать в дальнейшем. Юрий спрашивает, как бороться с ночными гонщиками, которые ездят без глушителей? Ну, между прочим, и с дневными тоже. Ну, работа эта ведется. Она ведется у нас техническим надзором, ведется дорожно-патрульной службой. То есть такие транспортные средства выявляются. При внесении инстекционерных изменений в конструкцию транспортного средства, то есть это установка прямоточных глушителей, транспортные средства задерживаются, скажем так, путем снятия государственных регистрационных знаков до устранения причины задержания. То есть пока этот глушитель не будет заменен, государственные регистрационные знаки не выорачиваются. Поэтому эта работа ведется, но присутствует опять отдельная категория участников дорожного движения, как правило, это молодые участники дорожного движения, недавно получившие водительское удостоверение, которые таким образом пытаются выделить себя из общего потока автовладельцев и ставят такие ремусы. Заметными. Какое расстояние должно быть от жилого дома до автостоянки? Существуют ли какие-то нормы? Есть соответствующие нормативно-правовые акты, это строительные нормы и правила, которые прописывают порядок организации мест постоянного и временного хранения транспортных средств на жилых территориях. Если мне не изменяет память, то у нас от мест постоянного хранения транспортных средств до жилых домов расстояние должно быть не менее 50 метров. Но опять повторюсь, это от мест постоянного хранения транспортных средств, то есть стоянка должна быть огорожена, то есть места, где постоянно хранятся транспортные средства. От места временного хранения транспорта, я сейчас не помню, по-моему, 15 метров до жилых домов должно быть. Но опять строительные нормы и правила, они носят рекомендательный характер и учитываются только при строительстве новых домов. Так как старые дома возводились при отсутствии такого нормативно-правового акта и автомобилизации такой у нас не было населения, поэтому большая часть так называемых Сталинок, Хрущевок, она не обеспечена стоянками в принципе, и вот эти вот нормы, может быть, там и не соблюдены. Андрей Сергеевич, особенно летом, мне кажется, это сейчас актуально, многие едут отдыхать и водители интересуются, как оформить международные водительские права, потому что есть страны, где с нашими правами ездить нельзя. Ну, для того, чтобы оформить международное водительское удостоверение, нужно получить медицинскую справку, соответственно, паспорт гражданина Российской Федерации, прийти в регистрационно-экземпционное отделение, оплатить соответствующие квитанции, получить удостоверение. В принципе, это не проблематично, никаких дополнительных экзаменов сдавать там не нужно. То есть, проблем большой нет в получении международного водительского удостоверения. А вообще есть сейчас проблемы с очередями по любым вопросам в вашем ведомстве? Ну, что касается регистрации транспортных средств, да, то есть, определенные сложности возникают, это связано с нехваткой рабочих мест, связано с сокращением личного состава, которое привезено было ранее. Но мы эту проблему опять так же решаем, совместно с управлением госавтоинспекции, буквально недавно был расширен штат госавтоинспекции. Факты все-таки есть, они решаются, да. Андрей Сергеевич, ну, собственно, я хочу от себя и от всей нашей телекомпании поздравить вас всех с наступающим праздником, пожелать вам, наверное, дисциплинированных водителей, ровных дорог. Спасибо большое. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok